Доброго дня всем альтернативщикам, не потерявших веру в халяву. Сегодня проведу занятие по использованию различных датчиков, индикаторов и визуализаторов магнитной энергии. Это видео продолжение двух предыдущих, ссылки будут под роликом. Кроме этого проведу различные варианты замеров магнитного поля для последующего анализа. В процессе показа участвуют два датчика полярности магнитов, которые я уже не раз показывал. Напомню, что один из них триггерного типа, то есть он не гаснет при отводе от магнитного поля, а его фиксируют. Собран он на 276 микросхеме, взятый из компьютерного вентилятора. Таро работает так, как пороговый, уже только при наличии самого магнитного поля. Собран на 44 микросхеме. Магнитная пленка 50 на 50, визуализатор из магнитного порошка, помещенная в жидкость. Матрица, макетный образец, пока собрал, так как еще думаю, в каком виде ее все-таки доделать. Состоящая из 8 44 микросхем, собраны матрицами по две. И тут можем посмотреть, как это работает. И один датчик аналоговый на 49. Приборчик для визуализации. Пока так все собрал, чтобы разобраться с этим всем и поэкспериментировать. На будущее думаю, что матрица может быть как-то по-другому собрана. Естественно, более удобно варима. А с аналоговым тоже, может быть, сделаю матрицу. Возьму, может, ардуинку с таким дисплейчиком. И здесь можно будет, если, например, 4 или там 8 брать микрушек, то датчиков холла, то, соответственно, сделаю здесь графики. Ну, посмотрим. С одуинкой надо возиться, программировать. Это уж как время будет. Пока вот аналоговый вариант. Далее подопытные магниты, которые будут использоваться в экспериментах. Значит, вот те магниты, которые у меня были раньше, с чего я начинал. Вот это, вот это, это все. Напомню, 6 на 10 круглые магниты. Пришли ко мне вот и такие теперь магниты. Если сравнивать, то, конечно, разница большая. Вот эти вот магнитики по 2 грамма, эти почти по 9. Диаметр у них 10 на 15 размер. Ну, естественно, по мощности заметно. Взял таких плоских 10 на 20 миллиметровых толщины. Таблеток диаметром на 20. Запчасти от винтов. Части от елочки. Магнитные туннели, которые тоже показывал не раз. И пару круговых магнитов от движков. Это от компьютерного, а это от автомобиля. От насоса или еще чего, не помню. В первую очередь займемся вот этим визуализатором, чтобы его побыстрее брать со стола. Продемонстрирую. Подсветку включать не буду, потому что слишком уж она яркая. Я этот визуализатор уже показывал. Вот я его переделал, пришлось переделать. Полностью жидкость поменял и практически вот заполнил пол на все. Чуть-чуть от их части металлического порошка, который там был. Немножко подсветку поменял, сделал по-другому. В общем, изменил. Сейчас стало значительно лучше все это смотреть. Начнем с этого. Вот два магнита, которые имеют тут полюса. И вот смотрим, как они собирают магнитное поле. Это я все демонстрирую, так сказать, для последующего анализа, чтобы диванные теоретики могли на досуге подумать, что-то здесь за узоры такие. и для чего они вообще нужны. Главное, что это может вообще в принципе значить. Как узоры на полянах. Так, берем круглые. Вот так мы собрали его. Сильно тяжелые. Вот так можем поиграться. Так, теперь вот обращаю внимание вот на такие позиции. Потому что здесь тоже есть для чего поразмышлять. Вот если мы посмотрим внимательно, то когда у нас длинный магнит сборный, то видим, что в основном полимагнитные на концах. Разделим, оставим четыре. Тоже видим, что основное поле действует на концах. Но если берем три, видим, что поле начинает складываться. Две тем более. Вот сейчас 10 и 10 это 20 на 6. Было 30 на 6. Оно уже складывалось. Чем больше, тем менее вероятности. То же самое и с большими магнитами. Та же ситуация. Шесть магнитов. 15 на 10. Это 90 на 10 миллиметров. Видим, что делается с полем. Берем. Берем три. Берем три. Что мы уже не делали, но оно складывается. Можно еще посмотреть такой вариант. Напомню, что сейчас магниты вот так вот расположены. по полю. Понятно, что с ними происходит. acá же можно. Вот так хорошо. У меня, насколько Waar? 哈哈哈. Берем три. Сейчас пополним. Торон flor Prab Taco. Пополним. конечно еще посмотреть интересно с этими. Вот таким вариантом. Довольно мощно держит. Ну с этими то так, больше побаловаться, так как слишком плотные. Вот так. Так. С порошком пока все. Так, теперь переходим на пленку магнитную. Ну берем все тут же комбинацию из магнитов от винтов. И вот смотрим такие узоры. Заодно можем посмотреть насколько здесь все реально нереально. То есть вот мы видим четкие линии какие-то, а какие там полюса и как они сложены или сложены непонятно. Вот теперь обращайте внимание что, чего и как. Ну тут просто проще всего. Вот чувствуется какой-то есть дефект магнита по какой-то причине. Если здесь посмотрим, то тут все в порядке. И опять же для пленки без разницы какой полюс и где. А тут видим что есть разница. вот магнитные туннели. опять же смотрим тут так, тут так. Внутри одно поле, снаружи другое. И так как видите, магниты не вместе, между ними зазор. То и узор у нас соответствующий. А если берем эти магниты, тут поплотнее, но все они тоже немножко с состоянием, но плотнее. Тут почти сливается. Теперь смотрим вот такие моменты. Вот казалось бы, длинный магнит. Но мы видим в нем какие-то интересные вещи. Абсолютно неоднородные. То есть между магнитами есть какая-то неоднородность поля. А если мы посмотрим вот такой техникой, то увидим что-то вообще интересное. Вот одна сторона, а вот другая сторона. И как видите, между ними проскакивает тот полюс, который от части магнита. То есть на стыке существует неоднородность. Единственное, что вот здесь датчики два. Я их не пропиливал, как вот с этим вариантом. Здесь я помучился с ними немножко. Но когда я складывал их в матрицу, я запиливал вот этими кружки 44 со всех сторон, чтобы их уменьшить по размеру. Вот, к примеру, можем посмотреть. Вот это пиленная. Заметно, да? А эта какая была? Соответственно, разница есть ощутимая. Вот это мне дала возможность на пару миллиметров матрицу эту как бы сжать между элементами. Правда, он поломал несколько штук, но это ладно. Вот здесь же я ничего не пилил. Все как есть. И расстояние между датчиками получается почти миллиметр. А так как смотрим синее поле, да? А тут датчик синего, он ближе. Поэтому и засвечивается. Вот. А тут даже вот проскочило. То есть, когда магнит цельный, даже круговой, то естественно, он будет полностью цельным, без всяких изъянов. Но когда магнит состоит из частей, он, соответственно, имеет какие-то разрывы. И вот эти разрывы, тут даже можно поймать момент, не этим датчиком. Потому что вот этот, по крайней мере, между ними, вот этими двумя датчиками, которые тут внутри. Нету зазора практически. Поэтому вот тут мы можем видеть, как магнитное поле отсюда заходит сюда. Мы видели вот как. Обратите внимание, да? И вот эти все зигзаги, они все выходят наружу. Естественно, здесь уже этого не будет. Потому что здесь плотнее. Оно не дает ему. Просто оно не доходит до края. Обратное магнитное поле. Хотя вот, конечно, если так посмотреть. Если строго брать. Да, кстати, вот я хотел тоже обратить внимание на это. Забыл совсем. Вот, когда мы строго датчик держим напротив магнитов центра, то все в порядке. Но стоит сместиться, и мы попадаем в то поле. Та же картина и тут. То есть я нахожусь вот с этой стороны магнитного поля. Вот южная сторона у нас так. Но, если я приподнимаю, получается северную. Выходит. Доминирует. Вот такая вот картина. То же самое происходит тут. То есть, если бы этот цилиндр был бы цельный, этого бы не было. Но так как он состоит из нескольких частей. Происходит перераспределение магнитного поля. А это тоже надо учитывать. Если мы возьмем в данный момент вот эти магниты. Вот так как я сказал, что они вот так сейчас расположены. Потому что их положить в таком виде фактически невозможно. Чтобы они вот одним полем были. Это очень тяжело. Вот смотрим. Видите? Поэтому не притягиваются друг к другу. Вот. А чтобы сложить их наоборот. То есть, чтобы вот это поле совпало с этим. Это очень сложно. Но будет сопротивляться очень сильно. А наоборот, пожалуйста. Вот поэтому матрица эта лежит таким образом. И мы на эту матрицу можем посмотреть через пленку. А что происходит тут? Ну, тут датчик себя выдает немножко. Вот тут вот. Достаточно поля, чтобы достать для второго датчика. Видите, что здесь творится? Насколько здесь все шумно, бойко и не безмятежно. Сплошная драка. Так, вот у нас от двигателя маленького. Вентилятора, точнее. Вот у нас четыре полюса. Ну, тут слабенький очень магнит. Вот. Это вот две части. Ну, тоже если посмотреть, тут с одной стороны, то с другая сторона. Опять же, вот такая картина. Ну, еще можем тут глянуть, что у нас творится с елочками. Кстати, в следующем выпуске, наверное, я объясню, чем фейковая елочка отличается от настоящей. Вот это елочка настоящая. А то, что там вам показывают некоторые товарищи, не будем показывать пальцем, там не настоящая. Смотрите. Вот видите, так здесь распределяется поле. Тут сходится, а тут расходится. на отталкивание. Да, вот оно тут сходится. И вот это поле фиксируется обратно. А это тоже надо учитывать. Ну, здесь оно уходит. Ну, естественно, ситуация та же здесь. Тут оно уходит, а здесь сходится. Ну, к этому мы еще вернемся. Так, осталась у нас вот эта матрица. Ну, вот эта матрица. Тоже какая-то неразбериха происходит. Но тут тоже вот из-за того, что датчики сложены вместе, у меня все равно хоть меньше миллиметра, но зазор между ними есть. И вот смотрите, что творится тут. Раз, и пошло. Не знаю, насколько такой датчик может быть полезен в виде матрицы. Я вообще собирался собрать там или три на три, или четыре на два. Ну, пока собрал на четыре. И тот вот намучился с ними. Ну, с этим датчиком понятно. Ну, я думаю, что он будет более интересен. Ну, во-первых, надо все-таки знать иногда силу, да, поле. Насколько силен магнит, на каком расстоянии. Если мы возьмем вот такой вот, то видим, что он слабее. Если возьмем один такой, то, соответственно, тут расстояние больше. Да, мы еще испытали вот это. Вот что у нас тут с пулем происходит. И опять обратите внимание, что вот между таблетками зазоры. Но они фиксируются как поле какое-то. то же самое и здесь. И если посмотрим этой техникой. то так как расстояние между этими пластинами очень мало, то фактически оно и не фиксируется. Хотя на самом деле там вот этот хаос промежуточный между пластинами он все-таки существует. Так, теперь вот что покажу. Ситуацию, когда магниты. Я почему линеечку здесь оставил. Вот тоже зафиксируйте себе, если есть желание. Вот сейчас 20 миллиметров. Состоит из 7. Ну пускай будет из 4. То же самое. Поворачиваем. То же самое. 20. 20. Берем 2. Где-то 16-17. Так же. 1. Ну где-то 15. То же самое около 15. Это все повод к размышлению. А теперь берем как бы довольно сильный магнит. Правда составной. Не цельный. Но он все равно значительно сильнее. Что тут 10 диаметром, что здесь 20. И смотрим что происходит. 33. То же самое. 33 где-то. Почему-то вот интересно. Южный полюс немного вытягивается. назад. Делим надвое. Даже не надвое. Ну пополам примерно. 21. Где-то 26. Примерно 26-27. Оставляем 5 штук. 22. 21. 22. 22. 22. Ну что оставляем. 22. Таблетки очень хрупкие Ломаются от малейшего удара 16 Примерно 16 Вот делайте выводы Кому интересно Опять можно повторить Вот это с двумя Понятно что должно быть Но тем не менее пригодится Вот ситуацию когда мы можем Комбинированный датчик Именно Рассматривать вот в таком виде Вот пожалуйста То есть я наклонил Магнит И мы видим что происходит То есть магнитное поле Не такое уж и поле А очень серьезный конгломерат Так теперь вот что я хочу еще показать То чего в общем то Вероятнее всего Нигде никогда не увидите Разве только в некоторых Специализированных лабораториях На диванной теоретике Это вы точно не видели И тут есть повод для размышлений Вот смотрим Так я наверное Да С первого С этого Вот идет перемагничивание поля И уже один доминирует над другим Вот он его нейтрализует Фактически А если ближе То и полное доминирование Над всей этой матрицей Вот представьте себе расстояние Попробуем этим Здесь уже Конечно послабее будет Как никак диаметр 10 мм А там 20 Фактически площадь несколько раз Но тем не менее Вот ситуация какая Так сейчас попробую Еще меньше Тем не менее Вот что происходит Вот один цилиндр Но он перебивает всю эту елочку Есть над чем поразмышлять Правильно Соответственно на краю Где идет загиб Полем В эту сторону Или в эту сторону Соответствующие изменения Соответственно на краю Та же ситуация и с этими. Сами понимаете магниты очень жесткие, приходится держать сильно под контролем. Вот такое некоторое выдавливание поля идет. Почему интересны эти датчики вот такие вот различные такие 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 и даже такие что они показывают те нюансы которые ни глазом ни другими вещами не увидишь. Вот тут кое-что можно увидеть вот к примеру у меня эта матрица вот так идем да и вот мы можем посмотреть что происходит здесь один полюс или другой полюс. Вот такие вот картинки так что буду закругляться слишком долго и так показываю это все но надо будущее можете так сказать диванные теоретики мне написать в комментариях чтобы вы хотели еще какие комбинации из того что я показал что-то более может хитрое более интересное вдруг по-другому сложить как-то магниты и показать их не взаимодействие в общем пишите если наберется достаточно интересных вопросов то сделаю еще один выпуск вот по таким вещам ну а пока всем как всегда будьте здоровы да еще совсем забыл следующий из ближайших выпусков будет уже ближе к магнитным двигателям но варианты которые я покажу которые вам лучше не делать и немножко объясню расскажу почему одни называются елочками другие не елочками ну и так далее в общем всем здравствуйте и до свидания